Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Значит, давайте мы, наверное, сперва ответим на ваши вопросы, которые вы задали. Вот. А потом я, соответственно, дам рекомендации. Возможно ли как-то изменить наши отношения в лучшую сторону? Да, возможно. Только надо понять, лучшая сторона это как? Это что такое? Лучшая сторона это что? Да? Вот. Это первое. Как с ним поговорить, чтобы улучшить отношения? Никак. Дело в том, что мужчина не понимает язык слов. Тем более, не понимает мужчина того, что говорит ему о его женщине. Тем более, если эта женщина от него зависит, да, вы сейчас от него зависите. Тем более, если это женщина, которая, грубо говоря, ссорится с ним, да, которая ругается. Так что, я бы сказал, что нет никакого смысла разговаривать с мужчиной. Потому что, ну, говоря, да, с ним, вы ничего хорошего не сделаете, ничего хорошего не добьете. Потому что, еще раз, мужчина язык слов не понимает. Вот. Это первое. Так? Второе. Вот, справедливости ради, да, справедливости ради, надо сказать, что не устраивает в отношениях что-то вас. Это именно вас, вам что-то не нравится. Вот. И, соответственно, раз что-то не нравится вам, да, вот, значит, соответственно, вам и нужно менять свое поведение. Ну, в сторону, как бы, в какую-то сторону. То, что вы сами считаете для себя хорошим, хорошим, лучшим, правильным, да, вот, и так далее. То есть, мужчина, еще раз повторяю, мужчина меняться не должен. Не потому что он прав в своей позиции, не по этой причине, а потому что, еще раз повторяю, вас не устраивает, что это происходит сейчас. Вот. Ну, на данный момент, да. Вот. Так что, разговаривать с мужчиной нет смысла. Понятно, да, потому что, язык слов человек не поймет. Ну, вот, как бы, язык, время слов упущено уже, ибо десять лет это срок достаточно большой. Вот. Это гигантский срок, на самом деле. Вот. И, соответственно, говорить бесполезно. То есть, тут только менять, менять свое поведение. Только менять свое поведение. Только менять свое поведение. Не больше. Вот. Дальше. Значит, так. Вы спрашиваете, все же меняться нужно мне? Ну, Юля, смотря, для чего меняться? То есть, если для того, чтобы муж был доволен, да, например, если вы для этого хотите меняться, то нет. Для этого меняться не надо. Если вы хотите, чтобы муж был доволен вами, если вы думаете, что вот вы поменяете, да, и там, что будет хорошо. Вот. Нет, если дать, то меняться не надо. На самом деле. А если не устраивает что-то вас в ситуации, ну, в конкретной ситуации, да, если вас что-то не устраивает, то в таком случае, да, меняться нужно. А, ну, меняться нужно для себя. Не для, не для человека нужно меняться. Меняться нужно чисто для себя, для себя, только для себя. Меняться нужно. То есть, вот, я, допустим, допустим, я хочу, там, грубо говоря, внимание, да, ну, допустим. Вот, я хочу внимание, внимание. Соответственно, раз вы хотите внимание, и вы его не получаете, вы его не получаете, значит, вы делаете что-то не так, и вам нужно в своем поведении что-то корректировать, по сути. По сути дела. Вот. Вот так. Такая история. Другое дело, что, другое дело, что, ваша фраза о том, нужно ли мне меняться, да, нужно ли мне меняться, ваша фраза, она звучит, знаете, как, как, она звучит, как проявление неуверенности в себе. То есть, такое ощущение, что вы себе не уверены. То есть, вы понимаете, а вдруг, мужчина прав, ну, мой, мой мужчина прав. А вдруг, эээ, вдруг правда, вдруг правда, вдруг, вдруг правда, ээээ, дело во мне. Вот. Знаете, какая история, какая ситуация. Ну, если так, то это... Нет. Если в этом контексте, то меняться вам не нужно. Потому что, ну, в этом... Не будет... Не будет в этом ничего хорошего, просто. Если вот... Если вы будете меняться, ну, допустим, по желанию, там, человека, например. Да? Так вас вряд ли еще больше будут уважать. Продолжать. Дальше. Эээ, и вообще, если у меня-то не хочет скодироваться, то же, стоит ли продолжать жить вместе, ведь дети, которые постоянно видят, эээ, видят ругающихся родителей, счастливыми от этого не становятся. А, вы снимаете, Юлия, здесь вы перекладываете ответственность, ответственность на нас за свою жизнь. Как вам и, в общем, сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, что дело здесь совсем не в этом стоит, не стоит вам решать. Вот после того, как, эээ, будет проведена определенная работа, да, по, эээ, корректированию вашего поведения. После того, как вы перестанете пытаться решать проблему, эээ, словами, да, и после того, как вы, эээ, будете больше действовать, больше действовать. Ну, вот. Вот после этого, эээ, вы и решите уже для себя, стоит ли, эээ, сохранять семью или нет. Потому что, эээ, в ответ, там, ну, в ответ, грубо говоря, на, эээ, на ваше, значит, в ответ на ваше поведение, да, в ответ на, ну, на корректирование вашего поведения. А, эээ, мужчина, он, соответственно, будет давать какую-то обратную связь. Во. Если он увидит, что, эээ, допустим, ну, что, допустим, есть, ээээ, проблема. Действительно, если он, эээ, захочет менять проблему, эээ, ну, менять что-то, да, эээ, эээ, ээээ, 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 то отношения можно сохранить. Почему нет? В таком случае. Вот. А если он ничего делать не будет, допустим, вообще ничего, и смысл тогда сохранит? Нет, нет, если хотите, если хотите, но, ээээ, с обязательным, с обязательным пониманием, ценой, которую вы, ээээ, платите за то, что, вот, собственно, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это совершенно однозначно, понятно, да, я надеюсь, о чем идет речь. Ну, еще я увидел у вас вот то, что вы как бы хотите на нас ответственность перенести за то, ну вот, за решение, которое нужно сделать вам. Ну, нужно принять вас. Это тоже не очень хорошо для вас, по крайней мере. То есть это вызывает вопрос, да, по поводу того, насколько вы самостоятельны, насколько вы способны. Значит, отстаивать свою точку дрения и так далее. Понятно, да? О чем идет речь? Я надеюсь. Вот. Хорошо. Так, давайте теперь по тексту пройдем. Значит, очень нужна помощь, мы на грани развода. Нет. Юлия, нет. Не вы на грани развода. Не вы. Нет. Я верю в то, что на грани развода вы лично. Вот вы лично, да, на грани развода. Согласен. Действительно. Такая история может быть. Веру. То есть, верю в то, что вы считаете, вы считаете, что вот вы на грани развода. Да. Так оно и есть. Вполне возможно. Но это лично вы. Знаете, это лично ваша ответственность. То, что вы на грани развода. То, что вам не нравится, как обстоят дела. Да. Вот. Это лично ваша ответственность. Это ни в коем случае не ответственность мужа. Потому что его все устраивает. Да. Вот. То, что вы ссоритесь там и во время ссоры он говорит о том, что я хочу развестись, это совсем не то же самое. Это совсем не та самая история. Вот. Поэтому здесь нужна личная ответственность. Вот. Я верю в то, что вам неприятно, не нравится то, что происходит. Я верю в то, что вам не нравится, как обстоят дела. Верю. Но это ваша ответственность. Поэтому правильно было бы сказать так. Я на грани развода. Не мы. Вот. Прямо проблема у вас. Дальше. Так. Мы с мужем в браке 10 лет. Есть двое детей 9 лет и 8 месяцев. Муж работает в море 10 лет. Вот. Вот. Здесь сразу вопросы такие. Ага. Значит. Даже не вопросы, а просто вот на, ну, почву для размышлений, надеюсь. Да. Значит. Если вы говорите, что мужчина 10 лет работает в море. Да. И вы 10 лет, значит, ну, друг друга знаете. То, соответственно, как это получилось? То есть, вы поженились и он пошел работать в море или что? Или как? Вы знали о том, что он работает в море? Вы готовы к тому, были, вы готовы были к тому, чтобы он, что он не будет подолгу дома? Там, что у него подждет месяцем контракт и так далее. И так далее, так далее, и так далее. Понимаете ли вы, что люди, которые работают, ну, вот, в таких и таким образовании, имеют определенный вклад ума и характеры вообще? То есть, если человек 6 месяцев, да, там, значит, плавает на корабле, да, где там строгий порядок, и прочее, прочее, вот, и, соответственно, вроде как получает, там, нормальные деньги, да, за это, вот, то, соответственно, он, ну, во-первых, у него компенсация сильная, да, то есть, то есть, как бы, то он себя ограничивает, там, во многом, да, и потом, как бы, это все восполняет, да, потому что 6 месяцев, полгода, это очень-очень много. Вот, еще неизвестно, как вы, вот, ну, как лично вы себя вели бы, если бы я работал на его месте, вот, я его не образовал, просто я хотел бы, чтобы, ну, так, немножко больше эмпатии было к нему, вот, это первое. Второе, понимаете ли, понимали ли вы, понимали ли вы, что, что человек, да, находится в мужском обществе, по сути, то есть, что это значит, да, что это значит, это значит, что общество мужчин такое вот, ну, классическое, да, классическое общество мужчин, которые, ну, считают женщин, значит, ну, чем-то таким старосортным, как бы, вот, ну, просто потому что, что, типа, вот, мы работаем, да, они там, вот, что они там делают, да, там, сидят целыми днями и т.д. и т.д. и т.д. Вот. То есть, чтобы этому, чтобы этому сопротивляться, да, вот, ну, к такому раскладу, чтобы сопротивляться, ну, ну, нужна достаточно устойчивая психика и, в общем-то, ну, уверенная в себе и хорошие отношения между вами, вот. То есть, настолько хорошие, настолько хорошие, чтобы, значит, ну, чтобы максимально было доверие между вами, вот, понимаете, конечно, этого не произошло, хотя бы потому, что его позиция, она предполагается то, что вы находитесь в зависимом состоянии от человека, а зависимое состояние вам, ну, явно, явно не очень понравилось, ну, не очень подущее, как бы, вот. Понимаете? Скорее всего. Вот. Поэтому, соответственно, здесь вот тоже вопрос к вам, да, насколько вот такой выбор супруга, да, был вами обусловлен, насколько вы понимали, на что идете, вот, было ли у вас время друг друга узнать, вот, ну и т.д. Это первое. Второе. Ребенок. Ребенок, значит, ну, понятно, что первый ребенок старше, это понятно. Вот второй ребенок, да, то есть, ребенку второму вашему в 8 месяцев, зачем? На что вы рассчитывали, заводя его? Рожая его? И т.д. Если у вас проблема смузит. Что ж, вот как, как вот вы все описываете, да, зачем? Для чего? Вот. Понимаете? Какая история? То есть, тут вот, ну, конечно, мне кажется, что нужно, все-таки, смотри, смотри. Почему это важно? Это важно, потому что, если вы на что-то рассчитывали, рожая ребенка, да, и беря ответственность за появление новой жизни в не очень благоприятных условиях, это может послужить ключом к пониманию вашей проблемы. Именно вашей проблемы, не мужа, вашей проблемы. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что это обязательно нужно исследовать. Вот. Ну, если только проблема не началась 8 месяцев назад, но... Лично я думаю, что проблема была и раньше. То есть, вы говорите, что там от него перегаром пахло, да, то есть... Да, он там готовился, кто-то поедет, но перегаром от него сразу сравнило. Вот. Дальше. Идем. Так, эм... Я дома... А дома в среднем находится 3 месяца. А так как мужа подолгу нет рядом, когда он приезжает, мне очень хочется с ним проводить больше времени. Ммм... Ммм... Ну, да. Это я согласен, что вы скучаете по нему. Но здесь, на самом деле, больше важно... Вот это вот, вот это вот ваше, то, что вы хотите с ним проводить больше времени, да, на что оно ориентировано. То есть, если это ориентировано на вас, то я хочу для себя. Это одно, это не то же самое, что вы хотите для него что-то сделать. Ну, для мужа своего. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вам всегда определится, одно делает ли хотите чего-то вы, а другое делает ли хочет он для него. Вот. Понимаете? Если вы хотите что-то для него, хотите, чтобы он был счастлив, допустим. Вот. То это одно дело. Он счастлив. Если вы хотите для себя, ну, тут, как бы, пару раз, пару раз сказали, да, что, ну, вот, что, дорогой, вот, я хочу там того-то, того-то, того-то. Он вас, например, не услышал, допустим, да, ну, и все, здесь, в принципе, здесь ничего не сделать. Тут, тут зависит от того, как вы себя представили. Вот. Если он вас не считает нужным, что, что вам нужно внимание, вам нужна забота, ласка, любовь, что вы, вообще-то говоря, там, его ждете по полгода, вот. Вот. Ну, это означает, что вы себя так поставили с ним. Вот. Так. Как только муж приезжает, он постоянно зовет друзей в гости, так бывает, что-то не каждый день, соответственно, он постоянно выпустит. Ну, вы правы ограничить приход друзей в гости, если вам не нравится. Я прошу проводить больше времени с семьей. То есть, как это, как это происходит? Вот вы говорите, проводи больше времени с семьей, да? Так вы, это происходит. А человек не хочет. Мать. Человек не хочет. Ему не привлекательно это. Я не знаю насчет детей. Я могу только догадываться, как он взаимодействует с детьми, но то, касается вас, ему не интересно. Он не считает это вообще сколько-нибудь возможным. То есть, вас он считает придатком своим. Вот. Понимаете? Скайф 40. Ну, судя вот по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы описываете. Такое не впервые. То есть, это вот не только сейчас началось. Понимаете? Это происходило уже. И вы это реагировали, вы на это реагировали, вы это принимали. Вот. Только сейчас, только сейчас вы, вот, ну, дошли до определенного, так сказать, состояния, когда уже вот прямо все, да? Когда уже нету, нет больше ресурсов, да, например, там, и сил, допустим. Вот. Но ведь это ничего не меняет. По факту. Знаете? Вот. То есть, уже то, что вы просите, то, что вы просите, может, мужчин, мужа проводить время с семьей, уже ставит вас, ну, в некой, в известной степени, в уязвимую позицию. Знаете? Вот. Вот. И это, вот, по сути дела, это важный момент. По сути. Откуда такая, такая уязвимая позиция у вас, ну, взялась, да? Либо неудовлетворенность очень, очень сильная, да? Вот. А, либо, ну, либо, соответственно, какие-то еще другие моменты. Вот. Понимаете? Что есть тут вот, ээээээ... Тут вот важный, важный момент, на самом, на самом деле. Понимаете? Как мы себя поставили, так ситуация и будет происходить. Так, значит, но он, мне кажется, не понимает, как это, он считает, что если он приехал с рейса, целыми днями едет по городу, особо важными делами он в это время не занимается, то всем другом созвониться, выпил кофе, другим может созвониться и выпить напитки покрепче, что он как бы дома. Но его не тянет к вам, подумайте, почему. До появления второго ребенка я работала и домой приходило уже около шести, он приготовит кушать, набегается с друзьями, но постоянно был перегар, и вы ему ничего не говорили. Пока первый ребенок был маленький, мы жили с родителями в селе, поэтому он не принимал участие в домашних заботах и заботах с ребенком. В полении второго ребенка я нуждаюсь большей помощи, так как живем в городе и сами, да, простите, но вы переехали в город, вы переехали в город, то есть вы переехали в город, вы живете сами, но вы же понимали, что мужа нет. Муж, короче говоря, чувствует себя гостем, он чувствует себя гостем. Он думает как, что если вы справились, справлялись, точнее, полгода, если его не было, да, что справитесь в США, когда он приехал, и в некоторой степени он прав, в некоторой степени. Понимаете? какой момент. Вас все устраивает, ну, видимо, видимо, раз вы все это время терпели, терпели. Вот, ну и, конечно, момент такой еще, что вы говорите о помощи, но при этом я не очень понимаю о какой помощи идет речь, да, потому что, как я уже сказал, вы справлялись сами, и вы знали, что, ну, что вы переезжаете, что его все равно подолгу не будет, и такое впечатление, что он вам все хоть обещал, но что может обещать человек, у которого 6 месяцев не бывает дома, понимаете? Вот это, конечно, вот все, это все-таки момент, моменты вашей личной ответственности, моменты, моменты того, что вы ожидали от всей этой ситуации в целом. Так, помощь кроме него мне… помочь кроме него мне кому постоянно прошу помощи, непонятно. Помочь кроме него мне… а некому, наверное. А как вы без него живёте тогда? Понятно. Если некому, то зачем переезжали в большой город тогда? Так, постоянно прошу помощи. Постоянно прошу помощи. Этим вы себя унижаете и обесцениваете. Также уделить внимание мне как жене, ведь я не вижу его по полгода и тоже хочу заботы, ласки, любви. Заботы, ласки, любви. Но вы понимаете, что любовь и ласку не просят. Её дают. Если он не дает, значит не хочет. Значит вы что-то делаете не так. Либо вы именены и вы просто уходите от него. Либо вы меняете своё поведение. А когда вы просите его, это просто обесцениваете себя ещё больше. Сейчас мы стали постоянно скандалить. Он организовывает свой даст сук сам. Если хочет идти куда-то развлекаться, развеяться. Но не возникает мысли, что можно быть компанией с женой. То он в баню. Хочет с друзьями то на охоту, то в село поехать. Дня на 4. Понимаете, какая история. Компания с женой можно, если жена это партнёр. Которого уважают. Он вас не уважает. Ведь вы ставите себя ниже его. Так, конечно я начинаю внушаться. Потому что дома он не помогает, не уделяет внимания. Хотя раньше мог его убирать и хочет сварить. В какого момента он предостал это делать? Это первое. Какая была ваша первая реакция на это? Это второе. И вот когда вы возмещаетесь. Какие у вас чувства? Что хотите? Что нужно вам? Теперь говорит, что это моя обязанность. Ну правильно. Потому что мы же приехали к нему в дом. У вас два ребенка. Он понял, что вы никуда не денетесь. Еще к этим скандалам прикрепляется дождь. Я постоянно возмещаюсь. За то, что она плеча домой. И каждый день выпивает. И... Так. А возмещаться то чего? Он хочет выпивать. Он выпивает. Если вам не нравится. Ну... Покажите его своим поведением. Если вам не нравится. Возмещаться то чего? Вы говорите, что он может сам себе на литровскую рюмку водку. И просто так. И что? А в этом отпуске он постоянно зависает в планшете. В сертификах. Даже когда садимся за стол есть с семьей. Он в другой руке держит планшет и общается. За стол садимся есть с семьей. Это 10-летний ребенок с вами за столом ест вместе с вами или как? Ну вот побольше о ваших представлениях о семье. И вообще мне кажется, что вы нуждаетесь в таком сильном мужчине, да? Который... Вот глава семьи, который как бы все в дом, все в дом. При этом вы не совсем, либо вы не совсем готовы к ответственности за это, за позицию ведомой в отношениях. Либо вы хотите быть ведомой, потому что боитесь, что не справится. Так, значит я симпатичный, следжу за собой, постоянно держу в дом, держу в частоте, держу в частоте дом. А вы считаете, что симпатичность, ухоженность и частота дома это единственное, чем можно привлечь мужчину? То ли ему не грязно со мной, то ли он ждет, что это я постоянно за меня за ним ухаживать. И то, и другое. Вы себя так поставили. Сейчас, когда он выпьет, становится агрессивным, если я ему что-то говорю, что ухожу его внимание, или что он постоянно сидит в планшете, не проявляет сам желание помочь, не желание самого поухаживать за детьми. Ну то есть, понимаете, да, вот постоянные претензии, 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 это выведет себя как ребенок в этом плане. И тем самым его, соответственно, отдаляете от себя. Ну а агрессия, это связано с тем, что ему просто неприятно. То есть, его это раздражает, что вы так вот постоянно его, ну, давите на него. Я не говорю, что ваши желания не верны, просто вам начнете их удовлетворять самостоятельно. Вот он, например, куда-то уходит, вы ходите. Значит, там, соответственно, деньги на няньку, там, на осиделку и ходите, гуляйте тоже. Вот. Ну а как? Так получается, что вы постоянно его ждете, ждете непонятно с чего, тем самым себя обесцениваете. Мы начинаем ругаться. Нет, Юля, это вы начинаете ругаться. Вы, именно вы начинаете ругаться. То есть, я начинаю ругаться с Мунием, не мы. Ага, поговорить спокойно об отношениях с Мунием, он говорит, что вот так, слышит мои жалобы, что у нее нет никакого личного времени, выпивая каждый день, не считая, что это плохо. Это его право. Его право. Жалобы, действительно, выслушивать у Мунием приятно, и в жалобах, конечно, нет никакого смысла, потому что они, ну, они не выполняют свои функции. Пусть Муни, пожалуйста, один раз, а Муни, пожалуйста, два, но не больше. Если мужчина вас не услышит, он это не услышит. Вот. У него дойдет мотив, стимул, стимул, слышит ваши жалобы, а это ваше поведение. Я уже устала, от чего? Нет сил бороться, за что? Простите, а что хотите, как можно сами этого достичь, добиться, добиться. Да, ссори того, что ссорим и друг другу говорим, что разведемся, ну, правильно, потому что у вас нет, по сути, ничего общего, что между вами общего, какие у вас общие интересы, что вас объединяет, что связывает. Помимо того, что вы симпатичны, следите за собой и дом держите в чистоте. Странные, странные какие-то аргументы, пользу того, чтобы он с вами проводил время вместе. Эм, так, значит, учитывая наши постоянные ссоры, то что я его не вижу из-за рейсов, а когда дома, то он как с друзьями строчится, так зависает в соцсетях, потому что он постоянно выпивший, я очень серьезно думаю о работе. Я бы серьезно подумал о том, на каком основании вы устраиваете отношения с мужчинами, и насколько ответственно вы подходите к своему выбору. При попытке поговорить, он говорит, что у него все хорошо, то это я себе скрутил, и мне надо меняться. Ну, то есть, что у него все хорошо, действительно так. Пока у него все хорошо, он не будет меняться. Конечно, если убрать все эти плохие моменты, он любящий муж, а в чем это проявляется? А в последнее время у него проявляется какая-то агрессивная, холодная, равнодушная, вторая половина. Ну, вы знаете, здесь есть противоречие. Холодная и равнодушная половина не могут быть агрессивны, она той холодной. Это то, что вы в нем не принимаете. Это да, может быть. Это то, что может быть связано с алкоголем, там, может быть. Но вы поймите, Юля, что главное, что вы не с достоинством относитесь к себе, не цените вы себя. Вот. И у вас нет ничего общего с мужем. И вы не мотивируете его к тому, чтобы проводить время с вами, а с друзьями, он не боится вас потерять. А я, так, который терпеть невыносимо. Ну, это ваша ответственность, и вы не вправе это терпеть. Это правда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Соответственно, модель взаимодействия с мужем нужно прорабатывать. Ну, начать нужно с этого. То есть, пока я это все увидел, это жалобы. Это жалобы, это вот, по сути, все из-за него, и разве это не ужасно? Вы играете в игру, вот почитайте про эти игры, да, в интернете они есть. И вот с этого, с этого и нужно начинать. Отказ от игр, которые вы играете. И принятие личной, личной ответственности за себя, за то, что вы хотите, за свое поведение и за свое решение, за свой выбор. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok